Всем привет! Начинаем сборку модели самолета МиГ-31 от компании АМК в масштабе 1.48. Всем приятного просмотра! Кто не подписан, подписывайтесь, ведь впереди будет много интересного. Также интересные ссылочки в описании под этим выпуском. Итак, мы начинаем. Итак, первый шаг по сборке данной модели это сборка двигателей. И перед тем, как начать сборку, нам необходимо окрасить некоторые детали. Вот такие вот крыльчатки, которые будут впоследствии установлены внутрь самих двигателей. Приступим. Для краски буду использовать полированный алюминий от Вакклад. Добавляем небольшое количество краски в воронку аэрографа. Кто-то пользуется пипетками, кто-то нет. Я через краешек. Детали сняты с лепняков и обработаны. Убраны заусенцы и всевозможные дефекты лите и обезжирены. Начинаем красить. Давление для этой краски я установил единицы. Тем же цветом окрашу ниши шасси и воздухозаборники. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее соберем части ниши шасси и воздухозаборника. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добảoиров дело육 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok повторяем все это и так первым делом что мы должны сделать это развернуть вот эти вот детали да они у нас должны быть все направлены в центр соответственно нужно развернуть разворачивать и выгибать мы будем наружу то бишь нам нужно взять деталь необходимого диаметра в данном случае здесь подходит сама часть от сопла вот это ей мы воспользуемся и перед тем как приступить хочется отметить друзья мои если вы не собираетесь покорять всевозможные выставки я бы не рекомендовал вообще в принципе использовать данное фототравление ввиду сложности но ежели вы только не обладаете большим опытом по работе с фототравлением так перед для того чтобы нам выгнуть решетку в нужную сторону я воспользуюсь обратной стороной цангового ножа она примерно подходит по диаметру этой решетки вот в центре и потихонечку утоплю первый так сказать этаж чуть-чуть продавили сильно нажимать здесь не нужно дальше нажимаем в центр и можно обратить внимание как вот эти детали разворачиваются в нужном нам положении но делать это нужно очень осторожным так как вот эти перемычки между скажем так кругами да они очень очень тонкие вот такая у нас получается форма но она еще не конечная здесь надо каждую еще довернуть вот такая у нас получается итак наша решетка приобрела необходимый нам вид после этой операции можно снимать решетку с общей рамки и подгонять непосредственно вот эту деталь установив ее внутрь отделяем решетку от рамки положив рамочку на твердую поверхность кто-то пользуется стеклом в данном случае я использую металлическую линейку очень осторожно надрезаем наш так сказать приливы как я уже сказал ранее производитель рекомендует проводить операцию формирования объема данной решетки рассекателя на основной плате для чего он это предлагает чтобы не было никаких перекосов так что если будете делать следуйте инструкции таким образом мы получаем вот такую прекрасную решетку далее нам необходимо срезать излишки металла для этого я использую ножницы для фотоотравления наша деталь готова к установке в одну из частей сопла берем решетку и аккуратно стараемся поместить его внутрь сопла но у нас это не получается и нам нужно дополнительно выгнуть данную решетку еще в одном направлении то есть вот это вот кольцо должно быть выгнуто в обратную сторону это не совсем понятно на инструкции от эдуарда это можно разглядеть только на фотографии в этом нам поможет оригинальная деталь от набора и сопло от звезды которые вы могли видеть на стриме посвященном его покраске так что если кому-то будет интересно обязательно посмотрите я думаю будет полезно и так это у нас остается примерно на одном уровне то есть стенки вот вот эти крайние должны у нас чуть уменьшится за счет того что мы вот это вот второе кольцо чуть-чуть топим внутрь кладем ровно придерживаем сопло у нас примерно подходит по диаметру и слегка нажимаю утапливаем решетку итак наша решеточка приняла вот такую форму попробуем ее поместить на то место где она должна быть установлена верх сопла у нас находится вот здесь соответственно ориентируясь на фото нам нужно правильно установить рассекатель осторожно помещаем и кстати говоря решетка у эдуарда дана не совсем правильно осторожно нужно ее туда установить не совпадает количество ребер на сопле и количество ответных деталей на рассекателе то есть они не попадают туда куда нужно не встают ровно поэтому есть некоторые сложности с установкой этих деталей нам необходимо поставить решетку на свое место утопив ее до примерно середины сопла то тут есть паз примерно где она должна находиться итак наша решетка установлена теперь можно супер клеем осторожно иголкой подлить по капле клея небольшой на каждую из ножек решетки и так прихватываем наши стоечки рассекателя на супер клей дадим клею просохнуть и после всех этих процедур можно окрашивать данные детали после окраски можно будет собрать целиком двигатель этой модельки теперь нам необходимо данную деталь превратить вот в такую это у нас само сопло будем паять нам предстоит припаять 27 вот таких элементов на эти вот места на этом данная серия завершается всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться на наши ресурсы ссылки на которые вы найдете в описании ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске продолжение следует и и и Субтитры сделал DimaTorzok